На самом дне загремела шкатулка. Борька присел на корточке, отец потрепал его по плечу. Ну что ж, наследник, разбогатеем сейчас. В шкатулке бабушка оставила внуку особое наследство. Теплые варежки, пакетик с леденцами, перевязанный красной лентой и записку. Внуку моему Борюшке. Мальчик схватил пакетик и бросился бежать прочь. Его это сокровище тронуло до глубины души. Рассказ Валентины Асеевой в зрительном зале слушали с замиранием сердца. Один из рассказов мне, когда я подбирала материалы, настолько запал в душу и сердце, что я думаю, вот это мы будем читать по-любому. Даже если всего три пары заявятся, мы все равно этот рассказ прочитаем. Он называется «Бабка». И он очень щемящий. Он такой про нашу жизнь. Читать вслух мамам в канун женского праздника во Дворце детского творчества уже стала доброй традицией. Папы с сыновьями раньше поздравляли их стихами или веселыми рассказами. В этом году подобрали более серьезные произведения. Задумчивые – так назвала их Светлана Михайлова Листрым. С их помощью участники проекта пытались показать, насколько нужны и важны для них мамы. Нам очень понравилось интересное занятие, при том, что это приурочено к дню 8 марта для милых наших мам. Мы готовились. Выступает у меня сегодня сын. Со мной немножко даже волнительно, но я думаю, мы справились с поставленной задачей. И с великолепием поздравим наших мам с наступающим 8 марта. С импровизированной сцены звучали советские рассказы Анатолия Алексина, Валентины Асеевой и Бориса Емельянова. Завершил вечер Артем Христолюпов авторским стихотворением. Светланы Михайловой Листрым блеснет в капеле «Радуги фрагмент». Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.